В детском саду Матрешка в Звенигороде прошел необычный праздник, посвященный правилам дорожного движения. В гости к детям подготовительных групп пришли участники отряда юных инспекторов движения. Ребята подготовили тематическое выступление и рассказали о важности соблюдения правил безопасности на дороге. Мы давали советы, как правильно переходить дорогу, на какой свет, как вести себя при зеленом сигнале светофора, при красном сигнале светофора. Мы рассказывали про то, какие бывают пешеходные переходы, надземные, наземные, подземные. Ребенку совет изучать правила дорожного движения, потому что без них все-таки жить сложно, трудно, небезопасно. Воспитанники детского сада внимательно наблюдали за поучительным представлением, отвечали на вопросы, принимали участие в веселых играх и даже сами подготовили танцевальный флешмоб. Подобные мероприятия проводятся в округе регулярно. Для большей убедительности их также посещают и инспекторы окружной госавтоинспекции. Общими усилиями они стараются привить детям знания правил дорожного движения с малых лет. Ребятам дошкольного возраста нужно постоянно напоминать о правилах безопасного поведения на дорогах. Все-таки они еще совсем маленькие и даже когда они выходят на улицу, все равно они думают о веселье. Все, они забывают про безопасность и бегут скорее играть на площадку, не думая о том, что нужно посмотреть по сторонам, прежде чем на дорогу перейти, даже если это двор. Поэтому наша задача обязательно им напомнить и чтобы они усвоили это все-таки в своей голове и применяли. Однако безопасность детей на дорогах зависит прежде всего от родителей. Своим примером они наглядно демонстрируют то или иное поведение. Дети всегда смотрят на своих родителей в первую очередь. Поэтому их задача объяснить, рассказать, показать, как это надо делать. А потом уже работа идет в школе, педагоги рассказывают детям про правила дорожного движения. И, соответственно, госавтоинспекция также приходит, напоминает о правилах безопасности на дороге. Благодаря постоянному взаимодействию сотрудников госавтоинспекции с образовательными учреждениями, в данном вопросе прослеживается положительная динамика. И во многом это заслуга профилактических мероприятий. Елена Краева, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.